С настоящей бийской знаменитостью Вячеславом Степановичем пообщались журналисты информационного портала Толк. Он стал популярным после того, как обругал елочку и задал социальный тон проблеме пожилых россиян. Его снимает телевидение, с ним хотят сфотографироваться, и только домашние ругают за все интервью. Мужчина рассказал корреспондентам Толка о своей нынешней жизни, свалившейся на него славе и о любви. Кстати, елочка в доме 66-летнего пенсионера в Новый год обязательно будет. Ее он поставит на стол и нарядит. Ну, просто елочка маленькая. И в продолжении бийской темы. Полицейские наукограды нашли в сугробе мужчину и спасли ему жизнь. Капитан полиции Василий Лебедкин вместе с напарником, старшим лейтенантом полиции Виталием Савельевым обнаружили в сугробе мужчину, который не подавал признаков жизни. До приезда скорой они его отогрели, затем выяснили его личность и нашли родственников, пишет московский комсомолец на Алтае. И еще одна новость из Наукограда. Бийский рабочий сообщает о самом модном событии, которое прошло в городе. Здесь выбрали модель года. За победу боролись 10 очаровательных девушек. Победительница, кроме звания, получила контракт с модельным агентством и ювелирную подвеску ручной работы. В Алтайском крае увеличат пособия для семей усыновивших детей. Получать больше они будут с 1 января 2019 года. Сколько составит увеличение, читайте на страницах аргументов и фактов Алтай. В крае вновь похолодает, сообщает комсомольская правда Барнаул. Уже сегодня днем температура воздуха местами опустится до 23 мороза. Морозно будет и в ближайшую пятницу. Синоптики обещают, что в ночное время похолодает до минус 30. В отдельных районах столбик термометра опустится до 36 ниже нуля. Мороз будет сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах появится гололедица, так что одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах региона.